Угроза полномасштабного вторжения России в Украину сохраняется. Кремль создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной. Об этом на судебном заседании по делу о госизмении Виктор Януковича заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. В качестве свидетеля выступил и бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль. С подробностями Юлия Башко. Армия не была готова, она была деморализована. И у меня много доказательств этого. Обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль исполнял всего несколько месяцев с 25 марта по 3 июля 2014 года. Но даже этого периода, рассказывает, хватило, чтобы понять, армия в Украине была не обороноспособна. В начале 2014 года в состоянии исправности было не больше 40 процентов истребителей. Из 111 аэродромов на конец 2014 года осталось 28. В военно-морских силах из 24 кораблей было исправно всего 4. По словам Коваль, перед Олимпиадой Сочи Россия под предлогом обеспечения безопасности наращивала военное присутствие в Крыму. В то же время из 117 военных объединений частей в Украине в боевой готовности находилось менее половины. Свидетели полностью подтвердили, что Янукович уничтожил вооруженные силы Украины и скрылся в России, в стране-агрессоре. Армия находилась в полной боевой готовности. Это же подтвердил и лично Турчинов 27 февраля, 3 марта и даже 24 марта, когда он выводил войска. Сейчас очень странно слышать, что армия не была готова. Исполняющий в 2014 году обязанности президента Украины Александр Турчинов рассказал. Информацию о российской агрессии и угрозе вторжения он получил только 27 февраля. В этот же день он распорядился подготовить приказ о ведении военного положения в стране. Но это решение не поддержали на заседании СНБО. Из-за того, что резерв армии на тот момент составлял всего 5000 человек, Турчинов говорит, было принято решение не направлять войска на полуостров, а перебросить их на укрепление границы с Россией. В тех условиях самая большая угроза для нас была информация о подготовке вторжения на материковую часть Украины. Вместе с резервом руководители военных ведомств говорили, что против Украины может быть задействовано до 200 тысяч российских военных, танки, система залпового огня, авиация. В тех условиях, безусловно, спалить этот резерв в Крыму было невозможно. По моей инициативе, в СНБО приняли решение начать перебрасывание войск с запада на восток и север, чтобы защитить наиболее опасные направления от вторжения российских войск. На вопрос адвокатов Януковича, почему не объявили войну агрессору, Турчинов объяснил, в Украине нет оружия, которое способно противостоять ядерному государству. Оглашение войны. Оглашение войны, как в феврале-марте 2014 года, и, к сожалению, даже сейчас, когда у нас боеспособная армия, оборонно-промышленный комплекс, достаточно оружия для защиты страны, невозможно. К сожалению, мы не можем объявить войну агрессору, потому что Россия – ядерное государство. Со стороны обвинений остались последние два свидетеля. На следующей неделе в суде планируют заслушать президента Украины Петра Порошенко и представителя Украины при ООН Владимира Ельченко. Накануне адвокаты Януковича также заявили о необходимости заслушать свидетелей с их стороны. По решению суда допросят 16 человек, но пока не ясно, каким образом будет проходить допрос. Часть и свидетели, к примеру, экс-премьер Азаров, экс-глава президентской администрации Андрей Клюев и экс-глава МВД Захарченко, скрываются в России. Юлия Башко, Петр Галко, ЮАИ-ТВ.